если сдержите свои обещания. На самом деле, забавно, если подумать, что такое образование. По сути, вы скачиваете данные и алгоритмы себе в мозг. И поразительно неэффективно при обычных формах обучения, потому что не нужно делать из этого тяжёлую, нудную работу. Ваш способ гораздо-гораздо лучше. Но, я думаю, многое из того, что я могу сказать, вы уже сто раз слышали и воплощаете на практике. Чем больше процесс обучения похож на игру, тем лучше. Мне не приходится заставлять своих детей играть в видеоигры, приходится отбирать их с боем, как наркотики. Да, брось шприц с гадостью. Есть одна проблема — наркотики вызывают привыкание. Так что, чем больше у вас обучения похоже на игру, тем лучше. И я думаю, к сожалению, образование зачастую выглядит карикатурно. Кто-то стоит и вроде как читает людям лекцию. И он читает эту лекцию уже 20 лет подряд, и она ему не особенно нравится. И это отсутствие энтузиазма передаётся студентам. Им тоже не особенно нравится. Они не знают, что они тут делают. Вроде как зачем мы вообще это терпим, и даже не знаем почему. На самом деле, я думаю, многое из того, что люди учат, может быть, вообще не нужно учить, потому что им это никогда в будущем не пригодится. Кто будет запускать ракеты в космос? Это же практически никогда не бывает. Но, надо сказать, люди не останавливаются подумать, зачем мы вообще кого-то всему этому учим. А, наверное, стоило бы им сказать, зачем мы это делаем. Потому что много детей, наверное, ещё в школе, совершенно не представляет, почему они там. Я думаю, если объяснить причины происходящего, это окажет громадное влияние на мотивацию людей. Они будут видеть цель. Так что я думаю, это очень важно. И должно быть просто интересно. Но я думаю, что всю традиционную систему образования нужно радикально менять. Я уверен, вы с этим по большому счёту согласны. То есть я иногда пользуюсь такой аналогией. Вы видели «Бэтмена», недавний фильм Криса Нолана. Отличный, в общем-то, фильм. Есть прекрасные спецэффекты, замечательный сценарий. Много дублей, талантливые актёры, превосходный звук. Очень увлекательный фильм. Но если вместо этого взять… Даже взять тот же самый сценарий и сказать, «Теперь мы не фильм сделаем по этому сценарию, а поставим его силами местного театрального кружка. Возьмём очень маленький городок в Америке. Если фильмов нет, им пришлось бы воспроизвести тёмного рыцаря в самодельных костюмах с прыжками по всей сцене. И местами… местами перевирая свои реплики. И они не особо похожи на людей в фильме. И никаких спецэффектов. То есть получилось бы плохо. Жалкое зрелище. Конечно. Очень. И вот это образование. И на этом прошу прощения у всех вас, что я занял всё время, потому что я, конечно, могу часами говорить на эти темы. Италия. Италия.